Мы только пятый месяц здесь Наши группы Тут еще не все Таечка Ваш чудовый Майданинский гумор Ну что, починаем Я так понял, мне починать Друзья, добрый вечер Я рад видеть в наших кругах В нашем строю молодежь Это, правда, не то студенчество Которое наиболее было бы активно Но это молодежь Еще более активна И склонна к добрым справам Завтра у нас трудный день Завтра у нас суд Над Нашим товарищем Александром Федорченко Познаной Брест Прокурор Вынес Подал жалобу на решение Шевченковского суда По поводу того, что Бреста Выпустили под Поруки народных депутатов Прокурор и министр Внутренних дел Считают, что У нас существует Два сорта людей Одни прокуроры Депутаты Судьи Генералы Люди с большим состоянием Которые могут Творить все что угодно И оставаться на свободе А потом Учить нас жить по телевизору И второе Те люди, которые Подстраховывать державу В трудный момент В 14-м В 15-м Когда не было армии Волонтерствовали Сейчас пытаются Здесь И успешно пытаются Требовать правосудие Почему-то Заявление о том, что Суды принимают неверные решения И отпускают до суда Наших побратимов Идут А заявление о том, что Беркутовцы Сбежавшие в Россию Тоже были выпущены под поруки Тут все в порядке Ну и мы все знаем Почему Сегодня был Молчаливый Страйк Так званый Когда Первый полк Полиции Спецпризначения Построился перед Шевченковским судом Чем еще раз Показал Что на законы К сожалению Руководство Правоохранительных органов Не опирается Поскольку Страйки Заборонены Для полиции И завтра Будет суд Время Уточним дополнительно Я думаю Что для нас Это знаковая Ападия Наш товарищ Брест Никуда не собирается Убегать Он вообще считает Что Все И Те кто воевал И те кто не воевал Равны перед законом Он считает То что он сделал Необходимой самообороной И поэтому просит От своего имени Пригласить всех На 10 часов В апелляционный суд Города Киева Я абсолютно уверен Что он будет окружен Беркутом По поводу Беркута Я сегодня увидел Очень многие вещи Которые не видел Несколько лет Сегодня у нас Годовщина Одной из Трагических падий Нашей истории 2014 год Вспоминаем И все хлопцы Которые сегодня ходили Со мной разлагать цветы До могилы Небесной сотни Говорили что Недостаточно помнить Недостаточно уважать Нужно Довести До конца Все за что они погибали А иначе все наше Уважение Это плевок им В лицо Потому что они погибали За будущую страну Которая пока еще нет И мы все Вместе Должны ее построить Так вот Фото Которое я видел Позволяет Считать Что конфликт Который был под судом Когда Брест был Лежа Которого избивали Что-то незаконно Вынужден стрелять Был с предыдущими Беркутовцами Командир роты Полка особого назначения Как выяснилось Был одним из бойцов Который 20 февраля На этих местах Вместе с Беркутом Работал Совершал преступления Против оставшего народа И Брест Который пошел В новую полицию В новую нацгвардию Вышел из Оловайска Пытался Найти себя Помочь державе В экспериментальной Бригаде Спецназа Нацгвардии И в итоге Стал Для них Радикалом Националистом Кем он и является Мужом Проплаченным Мы все это слышали Завтра Все мы Пойдем на суд Я думаю Для нас это очень знаковая Ападия А сейчас еще раз Прошу Не просто вспомнить И почтить минуты молчания Людей погибших С деревянными щитами С металлическими щитами Против снайперов А сделать все Чтобы это больше не повторилось И если кто-то будет Нарушая закон Избивая И убивая людей Доказывать Что они Крутые А не государственные Служащие Не спецназовцы У нас найдутся наши снайперы Но мы здесь все Для того чтобы все таки Все решалось Законным путем Я абсолютно уверен Что у нас сил для этого хватит Прошу почтить минуты молчания Погибших на Майдане Дякую Педаю слово И Борособолев Я хочу сказать Мы все помнимо Что 20 лютого Это не только день Розстрелу Небесной Соли Это день Когда Майдан Перемег Это день Когда Беркут Потекал Это день Когда Янукович И вся его зграя Розсипалась И это означает И мы все это хорошо знаем И я думаю Что мы не имеем права Цего никогда не забыть Что все в наших руках Мы главные в этой стране Громадяни Люди И я уверен Что нынешнюю банду Порошенко Луценка Всех, кто Заменив Януковича Но Далее защищается За допомогою его Беркутовцев Его судов Мы их всех так само поженем Только нам треба Зробить висновки З тодешнего 20 лютого 2014 Року Перше Не варто Посылать И Идти Найкращим людям Украины З деревянными щитами У нас не порев Суспільство Вже Навчилося Себе захищати И Боя Найкращими Доказами Не прийшла Нова Бан Цю революцию Ми маємо Робити З підготовленими Людьми В тому числі Підготовленими Зупиняти Тих Хто буде Вбивати И пробувати Далек Каличити Громадян И с готовыми Кандидатами На всі посади Щоби ми Не пустили Нову банду Щоби Нове керівництво Украины Було гідним Тих жертв Гідним Нашої боротьби Гідним Наше суспільство Я впевнений Що це абсолютно В наших руках Я вважаю Що це наш обов'язок Я впевнений Що як і тоді Ми з вами Обов'язково Переможемо Слава Україні Героям слава Тоді до зустріч Можна я скажу Власне Обратими Я дуже вам вдячна Що ви сьогодні Вшанували героїв Небесної сотні І мого сина Влада Зубенка Мені було дуже приємно Коли така колона З бінками підійшла Мені було дуже приємно Це бачити Сама особиста Я вас не могла підтримувати Бо в нас цей час Посадили в автобуси І ми поїхали В Михайловській Золотоверхні На Молєбін І там була присутня Уся наша верхівка Спочатку я хотіла Вийти з себе Потім Стримала себе в руках Тому що це Ні до чого не приведе Було боляче Тому що нас затопчували Ми були нецікаві Журналістам жінки казали Може нам краще Може нам краще вийти Ви тут поки все познімаєте А ми потім зайдемо І помолимось Ще хочу вам сказати ось що Самого ранку ми з'їздили в ККСУ Я забула як воно розшифровується Ну це теж якийсь комітет Який люструє і обирає суддів Я може що так На механізатор ВККС Вища кваліфікаційна комісія в суті Ну Ми с'їздили туди для чого Тому що Суди затягують Чотири роки Над людьми які постраждали Над загиблими Над тими хто вижили З них просто знущаються Роблять різні такі перипетії Щоб не довести це до логічного Ну це знущання Ми просили Ми вже не просили Там кричали і вимагали Щоб ілюстрували тих суддів Які брали участь у засудженні майданівців Автомайданівців Інших патріотів Не знаю як воно буде Ми прорвалися туди Ми зайшлися з портретами Вони злякалися Ну так знаєте що такі жінки Вони вже нічого не бояться І Після цього ми поїхали В генеральну прокурору до Лиценка Мене не пустили Бо я не була в списках Але я їй не дуже хотіла Вам бачити цього Юру Я хочу сказати Ми вам дуже вдячні Ми пишаємо все що ви є у нас Коли ми збиралися У нас майдан не закінчився У нас майдан продовжується Ми гуртом Ми подолаємо цю владу Ми зробимо так як хотіли наші діти Не хотілося б Що отакі смерті Таких чудових дітей Пройшли на Марль Ще раз вам дячно що ви вшанували Що ви з нами і з цим народом На вас дивляться Уже думка про нас міняється Це я відчула Коли ми спілкувалися Автобус Дякую Здрава на вас на висотній встречі Слава! 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 Всім дякую друзі Дякую!